Чемпионат мира по самбо среди студентов прошел на Кипре. В турнире принимали участие представители 40 стран. Россию и Приморский край в составе сборной страны представляла воспитанница Владивостокского центра подготовки Амазонка Анастасия Храмова. В весовой категории до 48 килограммов самбистка уверенно одолела в трех схватках всех своих соперниц и завоевала золотую медаль. Интересно, что в финальной схватке Храмова сошлась с белорусской спортсменкой Анфисой Калаевой, с которой также боролась за золото на Кубке мира. В этот раз, по словам приморской самбистки, победа далась ей легче. Напомню, что в этом году Храмова также стала второй на Кубке России и выиграла чемпионат страны среди студентов. Нападающий Адмирала дисквалифицирован на пять матчей из-за нападения на судью. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оштрафовать и отстранить на следующие пять игр Виктора Александрова. Напомню, еще 10 декабря Адмирал встречался с Челябинским трактором. Буквально сразу же после старта игры произошел курьезный эпизод. Александров после борьбы с защитником хозяев упал на лед, затем встал и снова ринулся в атаку, однако при этом сбил с ног рефери матча. Было это сделано умышленно или нет, игру моментально остановили и вынесли решение о 20-минутном штрафе приморскому хоккеисту. В итоге весь первый период Адмирал тогда проиграл в пятером, а по итогу и вовсе потерпел поражение со счетом 4-1. На данный момент моряки готовятся к домашнему матчу с Нижнекамским нефтехимиком, который пройдет 17 декабря. Приморские спортсмены успешно выступили на турнире по современному панкратиону «Восточный рубеж-2», который проходил в Хабаровске. Честь края защищали Айгуль Хабирова из Уссурийска и Владивостокский боец Григорий Сиренко. Начался вечер боев с мужских поединков. В соперники нашему земляку достался Никита Янчук из Хабаровска, которого Сиренко уверенно одолел. А вот бой Хабировой и вовсе можно назвать историческим. Ведь еще год назад в дальневосточном панкратионе не было ни одной девушки-бойца. Схватка представительниц прекрасного пола стала одним из самых ожидаемых событий соревнования. В октагоне Айгуль сошлась с Натальей Сафроновой из Петропавловска-Камчатского. Спортсменка из Приморья одержала громкую победу единогласным лишением судей. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.